Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Вита и сегодня я вам буду показывать несколько новых продуктов, которые я недавно купила. Хочу с вами ими поделиться и своим мнением о них. У меня вообще ничего нет на лице, даже ухода нет, потому что сегодня буду вам показывать кое-что из ухода. Вот такой вот новый, новый крем от Супергуб вышел с пылу, с жару. Называется он Трипл Прэп. Это увлажняющий крем для лица с SPF 40. Я постоянно пользуюсь SPF, для меня это важно. Это совершенно новая формула, она подходит для нормальной комбо кожи и жирной кожи. У меня в принципе комбо кожа, будем смотреть, достаточно ли для меня будет этого увлажнение или нет, так как я суховато, малеха, трех суховато иногда. В общем, подробнее попозже. Вот этого дружка буду показывать. Я тоже сразу говорю, этот продукт мне дали бесплатно. У меня хорошая подруга работает в Супергуб. Поэтому я расположена к этому бренду и люблю его, всегда его пробую и много о нем знаю. В связи с этим, я думаю, честно, будет вам об этом сказать. Каждый раз, когда показываю Супергуб, об этом говорю. Вообще, взяла набор от Анастасии Беверли Хиллс. Здесь есть карандаш для бровей, который Брау Дефайнер в оттенке Тауп и гель для бровей. Я обязательно возьму новый гель для бровей, который выходит у Анастасии, но вот этот вот их уже гель для бровей, который я в принципе люблю его. Называется он Клир Брау Джел. И это тревел-версия. И он прозрачный, хорошенечко держит брови. Но сейчас вышел какой-то новый, я его тоже буду пробовать. Но набор этот я взяла почему? Потому что он был на скидках. Он и так набор по хорошей цене 25, там еще что-то есть, подождите, 25 долларов вместо 55. Так он еще был на 40% скидке. Тут еще, смотрите, ооо, я вот этим, конечно, вообще не пользуюсь, но тут еще есть штуки для бровей. Ничего себе, может сегодня настал тот день, настал тот день. Привет, трафарет! В общем, 18 что ли он долларов, 15 долларов я заплатила за вот это вот все. Считаю, отличная цена, поэтому и схватилась. Что еще? Будет сегодня новый тон, новый для меня. Это Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting. Известный тон от Shiseido. Я, по-моему, один раз им уже пользовалась, но уже что-то не было, но забыла, что там было. Поэтому еще раз его сегодня попробую с вами, обновлю, так сказать, впечатление. Оттенок у меня 120 Ivory. Я его заказывала еще в скидке черно-пятничные, но вот только руки у меня до него дошли. Знаменитый тон от Shiseido. Посмотрим, как он вообще. Хорош, нехорош, выскажу свое мнение. Также взяла карандаши от Victoria Beckham для глаз. Давно мне их советовали. Взяла в двух оттенках. В оттенке Ash серый. Мне тоже кто-то там советовал. Спасибо подписчикам. И карандаш взяла в оттенке фиолетовым, который называется, как он называется? Fig. И это формула, которая называется Satin Kaya Liner. В общем, все. Нынче я пишу в описании все продукты. Наконец-то, наконец-то. Поэтому, если что-то непонятно, что я говорю, что-то пропустили, в описании все продукты будут. Тут с одной стороны карандаш. Я уже пользовалась. Вот такой вот оттенок красивущий. Я такой люблю. Какой-то фиолетовый. В нем есть Satin, ну как нам и обещали. И с другой стороны, вот такая жулька, жмулька. Можно его тушевать. И также у меня от Анастасии Beverly Hills есть. Взяла я карандаш для губ. Я знаю, что их хвалят, по крайней мере, в США. Многие. Формула вот визуально похожа на мак. Взяла себе ради оттенка. Понравился мне этот оттенок. Надеюсь, мне он и понравится на губах. Он называется Raisin. И он такой вроде темноватый, но в нем есть коричневый, не совсем красный. Я немножечко боюсь, что он будет красным на губах. Но, в общем, посмотрим. Хвалят эту формулу здесь, поэтому, думаю, попробую я. Настал ее час. И есть вот такая вот у меня штука от Half Magic. Это трафарет. Сегодня, видимо, будет день трафаретов. Вот так вот он выглядит. Это силиконовая штука, и ее можно прикладывать, тушевать, и так, и сяк. Думаю, пускай будет. Попробуем. Также у меня есть тушь. Это тушь новая из набора Гранде Маскера. Новая для меня. Из набора Гранде. Я беру их сыворотку для ресниц, и там вот была тушь. В первый раз ее буду пробовать. Называется она Conditioning Peptide Mascara. Пептидная. Я, конечно, боюсь, что она мне будет на мне лезть жестко, но я сегодня еду просто на... Волосы мне будет делать, красить, поэтому, в принципе, ну, буду сидеть там, как чмо в салоне. Ну что, не впервые. В общем, сегодня тот день, потому что лучше в салоне, как чмо, тем на работе, как чмо. И новый продукт взяла от NYX. Называется он Fat Oil Slick Glick. Shiny Lip Balm. Блестящий или сияющий бальзам для губ. Понравился мне этот цвет. Так, сейчас тут нужно... Нужно оторвать наклеечку. Вот так он выглядит. Конечно, сейчас такие формулы максимально популярны. А тут кнопочка. Оп, оп, оп. И чего? Ага. Пошло тепленько. Так, я почему взяла этот бальзам? Точнее, почему я взяла карандаш от Анастасии? Потому что мне показалось, что с этим бальзамом будет вообще лучок отличный для губ. Вот так этот бальзам выглядит. Вот так вот выглядит он с карандашом. В нем есть блеск и сияние, влажный финиш. Мне нравятся бальзамы от Mario. В общем, сравню в конце. Мне кажется, может быть, будет похож точно на Mario. Потом вот эти Маракуджа есть у Тарт. В общем, сейчас это такая самая модная нынче формула. Давайте, в общем, уже намазывать это все на лицо, сколько можно говорить. Начнем с супергуб. Читаю про крем. У меня тут есть баночка. Что это очень легкий крем для лица, который увлажняет и защищает кожу. Здесь есть тройной комплекс. Гиалуроновая кислота. Полиглютамик. Что это? Полиглютаминовая, наверное. Наверное, если что-то неправильно я сейчас сказала, перевела у себя в мозгу такая просто переводчик. Напишу вам правильное название. И глицерин. Что-что-что. В принципе, и все. А еще эктоин есть. Короче, эктоин какой-то классный новый ингредиент. Какой-то самый супер антиоксидант. Поэтому, как мне сказали, надеюсь, не наврали. Вот так выглядит банка. Открываю. Открываю. Ненавижу лезть пальцами в банку. Но тут у меня варианта нет. И поехали. Здесь химическая защита и физическая. 50 на 50. Мне главное, чтобы мне лицо не вбеливало. Чтобы я окидейши не ходила. Так. Ну, ощущается он легко. Он без запаха. Без отдушек. Я им пользовалась несколько раз. Мне он, в принципе, нравится. Для совсем сухой кожи. Я думаю, что он... Не знаю, будет ли хватать увлажнения. Не будет ли хватать. Мне хватает. Но у меня центр-то лицо жирный. Так. Кладем назад. Пока полет. Полет хороший. Вроде он сейчас впитается. Все будет отлично. А, еще один продукт у меня есть. Супер Губ. Тоже подарок. Вот такой вот бальзам. Мне подогнали. Называется он Супер Губ Плей. Здесь SPF 30. Это бальзам для губ. Он в трех идет вкусах. В вкусах это клубничный. Он пахнет чуть-чуть клубникой. Он абсолютно прозрачный. Сейчас вот. Не видно. Видите? Прозрачный. Не видно его вообще. Не липкий. И у него вкус такой клубнички. Есть тоже на губах. Вкусненько. Славенько. Губы нужно тоже защищать. Вот я защищаю. Давайте. Им намазались. И отлично. Что, что, что. К бровям, наверное, перейдем. Или что я тон? Наверное, тон нужно сначала сделать. Так. Спонж намыт. Тон Шесейдо. Давайте посмотрим. Что нам тут о нем говорится? Что он без масел в составе. Нужно хорошо его встряхнуть. Встряхнули. Здесь какие-то есть активные ингредиенты. Ага. Титаниум Диоксайд. Но тут есть SPF. SPF 30. Тут заявлен он. И, в принципе, все. Я знаю, что этот тон со средним покрытием, с сияющим финишем. Должен хорошо подходить для сухой, обезвоженной кожи. Я его на руку. Цвет мне очень нравится. Смотрите, он такой бежевенький. Не желтит. Не розовит. Покрытие такое, кстати, серьезное. Ну-ка, я сейчас вот так сделаю. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Так, остаточки на спонж. И поехали. И старей моей жизни намазаться бронзирующими каплями на ночь, а потом все это замазывать тональным кремом, который светлее капель и в цвет моего лица. Где логика, пожалуйста, не спрашивайте. Не спрашивайте меня. Вижу я, что я хреново кожу подготовила. Сделала один крем, который для нормальной кожи. И этого, конечно, недостаточно. Нужно было сыворотку, что ли, какую-то добавить. Короче, ладно, у меня обычный, если крем суховатый ложится, он может в течение дня потом жиром подтопиться и нормально выглядеть. В принципе, он неплохо выглядит так-то. Какие-то нюансы, видите, не перекрыл. Я наковыряла. Ковырялкин. Добавлю консилер, консилер от Валентина, оттенок LIGR1. Во внутренний уголок люблю его наносить, потому что он так хорошо высветляет и при этом не сушит. Вот если у вас внутренние уголки глаз сухие, смотрите, какой он классный. Оп! Оп! И синяк ушел. Ушел совсем. Так. Тут мне нужно помощнее консилер, поэтому я беру консилер от Huda Beauty, формула Faux Filter, Luminous Matte, оттенок Royal Icing 1.1N. Вот сюда вот. Оп-оп, я сегодня вообще сильно краситься не хочу. Кожи сделаю. Чуть-чуть бровь, чуть-чуть глаз. Ну я сильно краситься не буду, всего лишь полный макияж лица. Так. Тон, в принципе, неплохо выглядит. Мне сложно судить вообще, потому что я в последнее время под все тона наношу базу эльф. И сияющую. И когда я ее не наношу, мне все не нравится, как все выглядит. Поэтому нужно будет попробовать его с базой эльф. Пока что ругать не буду. Такое у меня. Пока что непонятно. В общем, подождем. Подождем. Ну что, давайте сделаем брови. Нет, а что со мной такое? Давайте я сделаю сейчас быстренько бронзирование. Беру стик от Марио в оттенке Light Medium. Он у меня заканчивается. Я пытаюсь его закончить. Смотрите. Практически. Практически конец ему пришел. Я его пытаюсь закончить. Беру кисть. Вот такую кисть беру. Это кисть Патрика Та. Для румяна. Она вообще... Это не румяна. Это у меня пигмент в кисти. Причем пигмент от румян Патрика Та. Я обожаю форму этой кисти. Какая она мягкая. Все в ней люблю. Но вот то, что она уже розовая. Хотя я ее мыла. Я ее не отмыла. В общем, я ее мыла-мыла. Я ее оставила. Типа на день лежать с румянами кремовыми какими-то. И все. Там все въелось. И теперь она даже когда чистая, она выглядит как будто она в румянах. Ну и ладно. Ну и ладно. Но я это, конечно, припомню. Я это, конечно, припомню. Так. Легкое бронзирование. Почему я бронзирование делаю сначала? Потому что у меня вот тут вот... Лысая бровь. Лысая бровь. И если я сначала сделаю бровь, а потом бронзирование, я прям по брови прохожусь. У меня все стирается. Бровь стирается. Так. 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 Нос на глаза наношу. Тоже прям широко. Это большой кистью она так хорошенечко наносит. Все. Обожаю ее. Чуть-чуть на подбородок. Так. Очертить периметр. Квадрат лица. Так. Что происходит у нас? Смотрите, он уже, этот стик вообще на последнем издыхании у меня. Ну и отлично. Ну и отлично. Отлично. Так. Куски уже от него. Но это, видите, я в него так... Вот он размягчился. Вот он размягчился, но потому что его чуть-чуть осталось. Первый раз такое происходит. И там остатки, видимо, уже вообще курашатся. Вот он, кстати, усаживается хорошо. Мне нравится все больше и больше. Настал час бровей. От Анастасии. Карандаш. Брау-дефайнер. Я вообще взяла только потому, что он на скидке. Я не люблю такую форму треугольную. Но я сто лет такой формой не пользовалась, потому что я просто не беру. Тут один кончик такой суженый, треугольничек. Второй пошире. Карандаш мягкий. Так он выглядит. Мне, в принципе, по разу я им пользовалась, он мне нравится. Я не могу сказать, что у него какая-то стойкость. Он у меня вот... Если он один, то он такой, знаете, предатель немножко. Вот слазит с кожи. Но у меня там вообще мало что держится. Его нужно укреплять. Ну-ка сейчас выберем бровь. Ну, это, конечно, слишком тонко. Так. Это еще тоньше. Да что ж такое-то. Так. Ну, мне кажется, либо full arch, либо high arch. Но у меня вообще никакой arch нету. Так. Сейчас я уберу вот эти вот внутренности. На брови. У меня-то бровь. Я ее прямой делаю. А вот тут прямой формы не особо-то и нету. Так. Я не вижу в камеру. Сейчас буду в зеркало смотреть. Так. Ну, вот это, мне кажется, максимально похоже. Но мне не нравится, как низко она опускается. То есть мне ничего... Вот это еще шире. Нет, я это делать не буду, потому что здесь везде бровь с дугой. Я себе делаю прямую бровь. У меня у самой такие брови, в принципе, прямые. Вот тут вот я выщипываю, потому что у меня они просто, ну, прямые и ниже, как бы. И домик небольшой, поэтому я просто их вытягиваю просто в прямую бровь. А где прямая бровь? Извините, простите. Где прямая бровь? Прямой брови нету. Сейчас будет. Так, что я делаю? Так как это светлый оттенок, и он ложится прям мягенько, я прям сейчас границы подчерчу. Этот оттенок, он такой, что я... Дает тень, поэтому им хорошо очень заполнять брови. Что я и делаю. Мне нравится, что можно там переворачивать всяким разным макаром. Вот тут прям можно совсем мягонько нанести. Так. Им очень сложно вывести какую-то прям тоненькую линию. Он для этого не предназначил. Смотрите, я там нарисовала. Но что я делаю? Я беру кисть с консилером плоскую, и я просто подчерчиваю. Нижнюю границу я обычно поднимаю. И щеточка мне нравится. Она такая мягкая, и мягенько вычесывает продукт, и делает вот эти все линии еще мягче. Это хорошо. Довольно-таки быстро получается бровь, натуральная. Мне нравится. Давайте сделаем другую сторону. Так, смотрите. Бровь готова. Мне нравится, потому что я столько времени с ним экономлю. Чаще всего я беру еще какой-то тоненький карандаш и добавляю чуть-чуть цвет потемнее вот сюда вот. Но сегодня я не парюсь, потому что я буквально... Буквально на 4 часа я уезжаю, потом приеду, поэтому... Ай, плюс мне там будет мыть голову, у меня брови все равно там... В общем, вы поняли. Так, а дальше я беру гель для бровей от Анастасии. И пройдусь по бровям. Он прозрачный. Мне нравится. Он у меня раньше был, и я им была полностью довольна. Но я его еще взяла, потому что я закажу новый гель от Анастасии. Он уже вышел, нужно его заказать. И буду их сравнивать. У этого геля заявлена средняя фиксация бровей. У нового будет сильная фиксация бровей. Вообще, мне, конечно, нужно сделать видео, уже куплю ли я это. Но я пропустила месяц декабрь, потому что я снимала там куча всяких рейтингов. В общем, было мне чем заняться. И теперь там столько всего накопилось, что у меня какой-то ступор. Каждый раз вот что-то выходит, выходит, выходит. И я такая, так, нужно быстренько снять видео. Нужно быстренько снять. Но у меня какой-то ступор, потому что там столько всего. Поэтому, в общем, следующее видео я такое голопом по Европам сделаю. Самое интересное. Быстренько пройдусь, чтобы назад в колею войти. Вот так вот. Красота. Лепота. Румян. У меня сегодня никаких новых нету, поэтому я хочу взять Дивайн Роуз. Это стик от Пэт Маград. Вот такой вот он. Мне нравится, такой влажный финиш дает. Такой раз. И готово. На ту же кисть для румян. Смотрите, какая щёчка. Сочная. Яблочко получается. Так, на нос. Приглушить. Кто такой нос алкоголика. Нос алкоголика. Пудрой закреплю. Возьму пудру от MAC. Она называется Mineralize Skin Finish Natural. Оттенок у меня Light. Она прессованная пудра. Я прессованную пудру не очень-то люблю. Но вот эту люблю. У неё такое, в принципе, приличное покрытие. Она, наверное, средняя. Она довольно-таки лёгкая. И вот в такие дни, когда встал и побежал, вот я её просто на всё лицо наношу. Потому что она и лицо хорошо закрепляет. И под глазами такая она. Универсальная. Вот так. И глаз тоже закреплю. Что мне там чё-то консилирует. На бронзера хочется добавить. Это пудра от MAC Next to Nothing. Она называется. Она в оттенке Medium Plus. 100 лет уже её сняли с производства. Но вот у меня остался цвет, который я люблю как бронзер использовать. Смотрите, он для светленьких вообще, конечно. Идеальный. Поэтому я вот так-чуток-чуток. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Карандаш от Виктории Бекхам. Я хочу сделать такую вещь. Я увидела трюк. Там девушка берёт карандаш, который противоположный в цветовом круге цвету её глаз. Для меня это вот такой вот фиолетовый цвет. Ну, для меня можно много цветов вообще использовать. Потому что смотря какой цвет ты хочешь вытянуть из глаз. Я могу синий карандаш использовать. Он будет желтизну из моих глаз стянуть. Фиолетовый беру. Но смысл в том, что нужно брать цвет, который противоположный цвету ваших глаз в цветовом круге. Чтобы он, как на контрасте, цвет ваших глаз делал ярче. В общем, я беру этот карандаш и пройдусь. Во-первых, наточить бы его. Неплохо было бы. И пройдусь по внутреннему уголку галочкой. Вот сверху, снизу и внешний уголок. Так. Ну, наверное, я только снизу не очень хочу, чтобы глаз прям совсем маленький не казался. Сверху прошлась. Смотрите, симпатично. То же самое. Тут, кстати, давайте сразу испробуем жульку. Вот снизу подтушевать. Нормально. Я обычно таким не пользуюсь. Но раз есть, снизу цвет хорошо подтушевался. Этот карандаш мне бы хотелось, чтобы вот его, когда начинаешь тушевать, он тушуется, начинает тушеваться в ноль. Я его пару раз использовала. Когда стрелочки вытягиваешь, нужно пару раз проходиться. Им, чтобы такое полностью перекрывал кожу карандаш. Иначе он так полупрозрачно ложится. Я не уверена, что он мне нравится. Этим именно. В общем и целом, пока что да. Но вот тот нюанс. Я люблю, когда карандаши прям плотненько ложатся. Потому что, если нужно два раза или три раза прорисовывать стрелочку, это увеличивает время. Плюс я никогда вот полупрозрачным карандаш практически не оставляю. Для меня это не очень рабочий вариант. Но держался он хорошо в прошлый раз. Поэтому у меня... И он очень такой кремовый. Вот я его на руку нанесла. Он прям какой-то сатиновой формулой такой ложился. Но он и заявлен был сатиновый. Вот уже прошла минута. Ну, не знаю. Как бы на руке-то он и растекается. В жизни. Ну, написано, что это каял. Сатин каял. Но вроде в прошлый раз у меня не размазался. Держался нормально. Очень посмотрим. Сегодня. И во внешнем уголке тоже подведу. Все. Серединку оставляю пустой. Наверное, нужно чуть-чуть добавить тени. Я сейчас добавлю от NARS базу. Я ее прям заканчиваю вот сюда. Чтобы мне тень как прибитая держалась. Ну, как прибитая, конечно, не факт. Эта база нормальная. Но лучше всего, конечно, она мне держит MAC база. Не спрашивайте, зачем я снизу нанесла базу поверх пудры. Это такое было решение спонтанное. Неоправданное. Хочу светлые тени. Давай складочку. Беру палетку Наташи Динона, которая называется My Mini Dream Palette. Если вы не видели на нее обзор, то посмотрите. Я его сюда вставлю. И беру штуку. Дрюку. Такая она мягенькая. Так как это нужно держать? Сначала нужно угол. Согласовать. Так, нет, так не надо. Нужно. Так. Что-то я запуталась. Так, ну, это стрелку. Конечно, можно так сейчас тушевочку вот так сделать. Но я хотела, знаете, типа вот так, что ли. Вот так, что ли, тушевать? Но тогда будет граница растушеванная снизу, а сверху будет граница... Четко, а я такого не хочу. Так, ладно, делаем уголок. В общем, я беру оттенок, идеальный оттенок в складку. Он называется, называется баланс. Раз, наношу на кисть, стряхиваю, значит, будем делать уголок. Раз. Четко, как... А, вот, вот он, хороший угол. Ну, ладно, поехали. Поехали. Так, ну, и чего? Что-нибудь видно? Не очень. Сейчас я добавлю, уже без этой штуки. Мне кажется, у меня слишком светлые тени, может быть. Или кривые руки. Зачем я это? Зачем я эту фигню взяла? Вот такой вот у меня образ. Мне кажется, будет классно тушевать вот потемнее тени. Ну-ка, посмотрим сейчас. Блин, вот эта штука в глазу у меня уже прям там. Ну-ка. Так, ну, вроде норм, но угол меня не устраивает. Я все равно... То есть я все равно сейчас буду такая, оп, почищать. Консилерочком. Другую сторону я сделаю сейчас. Что-то я пока не поняла. Мне не нравится, что вот тут штука, видите, тут угол закругляется. Мне бы хотелось бы, чтобы он, наверное, вот так был. О, почетче. Так, ладно, пробуем. Вот так. Тут еще бы дышать бы, не забывать. При этом, при всем, мне очень плохо. Вообще, что-то видно. Одна на вас, другая на Кавказ. Сейчас буду это все. Ох, все эти штуки-дрюки. Мне, конечно, в этом плане проще... Блин, намного проще просто сделать тени. В результате я вообще не планировала наносить столько теней. Но жизнь штука непредсказуемая. Пока что эта штука, конечно, для меня оказалась бесполезной. Я думаю, когда я буду четкий макияж какой-то делать, потемнее, попробую сделать уголок, может быть, какой-то с этим трафаретом. Но пока что прогноз вообще не очень-то обещающий. Мне кажется, у меня теперь кривые тени. Ну ладно, хорошо, что хоть я светлые оттенки сделала. Вот по этих трафаретах проблема, ты еще одну сторону сделаешь, а потом вторую же сторону нужно, чтобы прям, ну, точно так же все было. Так, ладно, в общем, так, оставляю. Сияшку Devotion на все века нанесу. Она такая, прям, нейтрального оттеночка, не слишком темная, не слишком светлая, я думаю, будет нормально. Бежевая. И с самым светлым оттенком Passionate. Во-первых, поставлю блик. Во-вторых, во внутренний уголок нанесу. Блик я всегда ставлю вот здесь, вот прям над зрачком, оттенком посветлее. Сразу, видите, подоткрывает взгляд. Так, и во внутренний уголок тоже его. Вроде хорошо. Кручу ресницы. Тушь от Grande. Тут пептиды. То есть тут типа и тушь, и уход. Меня это немножечко пугает. Во-первых, кисточка. Я такую не очень люблю, классическая такая щетка. Они обычно не очень-то и разделяют. А я разделение уважаю, вообще-то, в туши. Но еще меня больше всего пугает, что там вот этот вот уход. Мне кажется, что она будет размазываться. Какий дьявол! Вот сейчас посмотрим. Поехали. Поехали. Я бы, конечно, сама эту тушь в жизни бы не купила. Но так как она была в наборе, она у меня есть сак. Но пока что, кстати, в общем-то, в общем-то, неплохо. Она дает длину неплохую. Смотрите. Ну-ка. У-у-у, длину вообще она дает хорошую. Так, ну результат. Кстати, результат-то вообще неплохой. Немножечко подсклеила мне она. Ресницы. Вот прямо у самых корней. Но длина. Длина хорошая. Нижние ресницы. Тут тоже она мне чуток подсклеила. Ресницы. То есть ей так, знаете, когда наслаиваешь, нужно аккуратненько прям разделять реснички. Потому что сама она, конечно, этим делом заниматься не будет. Поэтому вам нужно раскладывать. Расклад делать. Я не знаю, когда вот эта штука полностью высохнет. У меня сегодня настроение. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Поэтому я сейчас беру кисть, щетку. Это карандаш для бровей, который мне пользуется. Фу-ты. Говорила же Вита. Подожди. Рискует она. Риск? Дело благородное. Так. Сейчас у меня будет мазня. Нафига я это тенями... Сегодня решение принимается, я не знаю, каким отделом головного мозга и мозга ли. Остались губы. Карандаш от Анастасии. Он в дереве. Поэтому я не думаю, что он будет каким-то мега-стойким. Взяла ради цвета. Такой цвет сливовый. Сливовый цвет, но называется он изюм. Рейзин. Ага. Твердоват он немножечко. Это вам не эльф. И это вам не марио. Карандаши мак напоминает мне. Но для меня слишком твердый. Ну ладно. А ну-ка я вот так бочком пошла. И бочком мягенько. Может я его там наточила мощно? Красивый карандаш. Ох, как ярко получилось. И продукт от NYX. А как цвет называется, собственно? Trending Topic. Номер 12. Сама формула, она мягкая, но она твердоватая. То есть, если когда у Марио вы красите, то там весь продукт прям на губах вот так и расплывается. Я такое люблю. То здесь он потверже. Угу. Такой он прям тверденький. Пахнет. Сладковато. Какими-то ягодами что ли. Ну, заявлено это, это не плампер, ничего. Просто заявлено это как масло для губ в стике. У меня вообще нет масел для губ. Это моя первая. Сейчас такой тренд пошел на них. Так. Я не понимаю, подходят ли эти губы к цвету этой кофты. Что-то мне подсказывает, что нет. Но, сами по себе, кстати. Вот мне нравится, во-первых, вот этот цвет, мысль для губ уходит в коричневый. Во-вторых, карандаш немножечко уходит в коричневый. И губы яркие, но они при этом не красные. Потому что я не люблю, когда вот они слишком красные или слишком оранжевые. Закрепляю я это все фиксатором. Это у меня остатки фиксатора, который называется Boost от Beauty Blender. Тоже он с пептидами. Тревел-версия у меня есть. Мне не очень нравится, как он пахнет. Но закончить-то я закончу его. Классный макияж получился. Губы с этим карандашом фиолетовым для глаз. Так подсочетаются. И вот этот трюк с карандашом фиолетовым я обычно либо наносила на нижнее веко, либо на водную линию. А вот так галочкой и чуть-чуть сверху его практически незаметно. То есть вот так вот первым взглядом сразу не читается. Но действительно глаза становятся ярче. Мне это дело понравилось. Давайте обсудим все продукты. Вот этот вот дружок от Super Group. Мне он понравился, но конечно вот в одного его под тон мне не хватило. Я вчера им пользовалась, нанесла весь уход, там сыворотку, потом его нанесла. И вот тогда было отлично. Но сам по себе он подойдет только, наверное, мне кажется, для жирной кожи, для нормальной. Если есть какая-то сухость, вот тут-то он мне вообще отлично все выглядит. Вот тут вот, где у меня сухость, он немножечко как бы не доработал. То есть у меня видно чуть-чуть, я не знаю, видно или нет, хотя может уже и не видно. Потому что тон подуселся. И в принципе так все хорошо выглядит. Ну ладно, об этом дальше. Для нормальной жирной кожи, мне кажется, летом самое то. Самое то. Мне нравится, что он без запаха. Никакой реакции у меня не вызвал. Буду вот сейчас им пользоваться. Под макияжем отлично сидит и увлажняет хорошо вот именно для жирной кожи. К тону давайте перейдем. Цвет мне понравился. Цвет мне идеально подходит. Вот сейчас под шею. Напоминаю, это оттенок 120. Мне нравится, что он не слишком желтый такой он, ну бежевый. В нем есть теплиночка небольшая, но все равно он не желтит, не оранжевый. Хороший. Что я заметила? Что на Т-зоне он уже начал поблескивать. Это я вам напоминаю, что у меня есть пудра от Мак. Она, конечно, не мощняк, но она мощнее, чем Ауэрглаз. И у меня вот тут вот уже блеск пошел. И это то, что случилось с ним в прошлый раз, тоже у меня. Он на жирных моих участках начинает жирниться и прям влажно выглядеть. То есть мой жир его топит. Тон Шизейта проиграл в битве против Себума, который выделяет моя кожа в Т-зоне. Мне кажется, этот тон хорошо подойдет тем, у кого нету жирных участков. Нормальной кожи, сухой кожи, прям совсем сухой, не знаю. Ну, я думаю, что если прям хорошо подготовить кожу, то да. Но мне он в жирных участках, мне нужно как-то жестко его мотировать. Чем, в принципе, сейчас можно и заняться. У меня тут есть остатки пудры худые в розовом оттенке. По-моему, череп лосом она называется. Я вот тут вот пройдусь. Потому что я сейчас поеду и блестеть я вот тут вот не хочу жестко. Поэтому для сухой кожи, если у вас не жирная Т-зона, подойдет. Я даже не знаю, вот если летом жара, вот он тоже таким делом будет заниматься или не будет. Мне, конечно, летом в жару это вообще будет беда. Так. Вот так вот намного лучше, смотрите, блеск ушел. Ну, в общем, нормальный тон. Буду я им пользоваться, но буду мотировать Т-зону. И я не посмотрю, как пойдет. Но, в принципе, в общем и целом впечатление хорошее, но с нюансами. Покрытие действительно у него среднее. Мне кажется, его можно будет и наслоить до плотного. Потому что мне казалось, что по текстуре он будет потоньше. Но нет, он все, в принципе, хорошенечко перекрыл. Помимо пары нюансов, которым консилером я проходилась поверх. Но это, в принципе, нормальная история для такого продукта. Поэтому неплохо, неплохо. Продукты для бровей обсудим. Понравился мне этот карандаш от Анастасии. Вот именно быстренько, быстренько нарисовать брови. Особо там супер чего-то не выведешь. Но мне кажется, что у меня получилась хорошая бровь. Бровь-то отличная получилась. Пригодная бровь, достойная бровь получилась. И очень много времени мне это все дело сэкономило. И поэтому поменяла я свое мнение вот о таких карандашах. Но он еще такой очень мягкий. Мне нравится, что он вуально наносится. И его можно подчесать. И вообще отлично. И вот этот оттенок. Если хочется делать широкие брови. Я люблю довольно-таки широкие брови. Но при этом, чтобы они были не такие, не яркие. То есть, ну не квадрат там, типа, знаете, вот она бровь. Вот тут у меня бровь началась. Вот тут она закончилась. Чтобы она не мощная была. А такая деликатная, деликатная широкая бровь. Вот отлично. Поэтому он мне нравится. И кисточка мне здесь очень нравится. Очень хорошо она вычесывает именно свой же карандаш. Гель для бровей. Уже его показывала я как-то вам. Нравится он мне. Не оставляет он никаких белых налетов. Никакой перхоти. Ничего. Гель для бровей. Мне этот понравился. Он у меня уже раньше был. Я его прям очень люблю. У меня в кейсе частенько он тоже бывает. Он такой, знаете, хорошист. Хорошенечко держит брови для 95% людей. Вот этого вот достаточно. И он при этом оставляет брови... Ну, он как бы их держит. Но они не хрустящие, не толстые, не ветками не торчат. Мне это нравится. Поэтому я его советую. Но, как уже сказала, буду скоро сравнивать с новым гелем. Посмотрим, какой лучше. Конечно, брови он мне намертво не держит. Вот тут вот. Но мне их ничто не держит. Я уже тысячу раз говорила. Но мне он нравится. Сейчас, мне кажется, это один из самых моих любимых гелей для бровей. Вот именно от Анастасии. Тушь. Объелась грушь. Пока что полет нормальный. Мне не очень понравилась кисточка. Вот такая вот классическая. Она мне подсклеила немножечко ресницы. И такие сделала их мохнатыми немножечко. И длина есть, и объем есть. Чуть-чуть мне приходилось мануально разделять реснички. Но неплохо. Неплохо. Посмотрим, как это все будет дело держаться. Потому что я что-то ей почему-то не доверяю. Но посмотрим. Что еще? Почему у меня слазит тон с носа? Вопрос, это, конечно, философский. У меня... Вот видите, жир топит. Жир растопил. Так. Что? Карандаш от Виктории Бекхам. Понравился он мне. Когда стрелку я делала этим карандашом и наносила его на верхнюю межресничку, в принципе, я не могу сказать, что это самый стойкий карандаш, который я встречала в своей жизни, нет. Но держится он сносно. Держится он сносно. Цвета красивые, формула красивая. Удобно им пользоваться, удобно точить. И вот эта вот штучка, в принципе, даже пришлась к делу. Поэтому в целом, в общем и в целом, мне он понравился. Но если на вас все лезет безбожно и вам нужен прям мега стойкий карандаш, то он, наверное, вам не подойдет. Он у меня отпечатался вот с верхней межреснички в нижнюю. Меня это, в принципе, не парит. Мне нравится цвет, но имейте в виду. Вот эта штука сегодня оказалась мне абсолютно бесполезной. Я попробую ее еще куда-нибудь пристроить, что-нибудь ей делать. Но вообще, конечно, сама идея неплохая, но вот это вот, пока ты вот это вот держишь, пока ты вот это вот красишь, потом нужно, чтобы угол был как бы одинаковый, не знаю. Еще попробую сделать какой-нибудь макияж поярче, вот с уголком. Мне казалось, что вот я вот сейчас подставлю, накрашу, и мне не нужно будет подчищать форму, но я в результате все равно ее подчищала. Поэтому посмотрим. Не знаю, пока что это нет, но буду продолжать это пробовать. Нет, не зря же, не зря же я это купила. Карандаш от Анастазии. Классный цвет, оттенок Raisin, повторяю. Мне он прям понравился. Смотрите, потекло. Это что потекло? Вот это потекло, это масло растопило карандаш. Карандаш мне понравился. Формула ОК. Мне он напоминает формулу, вот максимально напоминает формулу NYX в карандашах. Он дешевле, но вот цвет мне нравится, я буду им пользоваться с удовольствием. Но прям за формулой отдельно, мне кажется, охотиться не стоит, только если не за цветом вы охотитесь. Эта штука силиконовая, можно написано ее мыть в посудомойке. Это, конечно, хорошо, но мне кажется, она потеряется где-нибудь внизу. В общем, нужно в отдельный уголок. В отдельный кармашек будет ее класть, либо можно мылом это все дело помыть. Конечно, наверное, это будет практичнее, но, короче, буду еще пробовать это все дело. Бальзам для губ мне понравился от Супер Губ. Уже неделю я им примерно пользуюсь. Перед тем, как выходить из дома, его намазываю, если ничего нет у меня на губах. Там собака гуляет постоянно, потому что у нас очень жесткое яркое солнце, практически круглый год. И я сейчас защищаю все. Не только там кожу лица, там я и на шею, я тело мажу, руки я мажу. Я себе взяла, покажу вам как-нибудь, перчатки взяла специально с защитой SPF 30 для вождения летом, потому что я начала замечать, у меня есть точечки на руках, потому что, когда я вожу, естественно, у меня руки под солнцем, и мне это даже в голову не приходило. Я наносила, ну, просто крем, но нужно же его перенаносить, как бы защиту всю эту SPF, поэтому я просто еще, знаете, в перчатках, тут у меня SPF, тут SPF, у меня есть пудра, которую я там каждые 2 часа это все поправляю SPF, потому что иначе, иначе появляется вот эта гиперпигментация, мне вот этого вообще не нужно. И губы, конечно же, конечно же, ничем не защищены обычно. Если нет никакого продукта на губах, то мажусь им. Мне он нравится, вкус клубнички у него немного, поэтому это такой нюанс, кому-то это может нравиться, кому-то нет. Я не могу сказать, что я в каком-то восторге от этого, но мне это не мешает им пользоваться. Классный он. Протон, упаковку, я сейчас читаю. Что нам вообще Шизейда обещал-то? Это формула, которая подстраивается под свет и размывает все линии. В общем, я так понимаю, что здесь формула должна быть похожа на NARS, которая Light Reflecting, которая отражает свет. Тут просто как бы она подстраивается под свет, чтобы блюрить, как бы размывать кожу, чтобы был такой эффект гладкой кожи. Также размывает ваши линии, все подтягивает, дает финиш, написано Luminous, то есть сияющий финиш. Я согласна, что финиш сияющий, особенно на жирных вот участках, там на нормальной коже он тоже, наверное, будет сияющий. Согласна, что в принципе он так мне разгладил кожу-то хорошо, но если сравнивать его с NARS, то NARS мне нравится намного больше, потому что я вижу пигмент, сидит у меня немножечко вблизи. Я прям не в восторге от него. Мне даже он больше нравится, вот когда его жирок чуть-чуть подтопил, тогда появляется блеск. А так я его чуть-чуть вижу, но это, конечно, не критично. Тут, конечно, нам наврали, что носиться он будет весь день, не на мне, не на мне уже за час начал он подтапливаться, что он невесомый. В принципе, мне кажется, сейчас многие тона невесомые, потому что очень редко, когда бывает, нанес тон, и я прям такая, я чувствую тяжесть тона на моем лице. То есть чаще всего я тон не чувствую на лице, он обычный, как и все другие тона. Понятно, что если вы нанесете матовый тон каким-то мощным покрытием, то вы будете сидеть как в маске, знаете. Но я таким не занимаюсь, поэтому для меня, в принципе, я не понимаю, как это оценивать. Все тона сейчас легкие и не ощущаются на лице. Это же не грим театральный, поэтому ну окей. Потом тут же написано, что финиш рейдиент, то есть опять сияющий. Ага, покрытие заявлено как среднее-плотное, можно наслить до плотного, я с этим согласна. Я с этим согласна. Мне не нравится, что здесь вот титаниум диоксайд в роли защиты от солнца. Мне кажется, это не совсем хороший ингредиент в санскрине. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Да, супер губи. Мне кажется, это не совсем хороший ингредиент в санскрине, но как бы что дали, то дали. Масло для губ. Мне оно, в принципе, понравилось. На губах ощущается хорошо, не липко. Но вот с карандашом для губ, видите, как он начинает его подтапливать. Но, в принципе, так и блески делают, поэтому тут я уже придираюсь. Формула, сейчас буду сравнивать. Так. Вот нужно 10 раз кликнуть, чтобы чего-то там вылезло. Это, конечно, ну, такое. Красивый цвет, блеск в нем есть. Красивая, красивая тоже формула. Сейчас буду сравнивать. У меня есть бальзам от Charlotte Tilbury в оттенке Pillow Talk. Он тоже выкручивается. Формула похожа, но мне кажется, Pillow Talk у него больше покрытия. Да, видите, он, ну, тут и заявлено, как масло, Pillow Talk, как бальзам. Намного больше он перекрывает кожу. Не такой он тоненький. И взяла продукт от Mario. Он называется Bronze Glow. Продукт от Mario тоже дает больше цвета. И он тоже такой влажненький, в принципе. Если сравнивать, если сравнивать, мне кажется, Mario мне нравится побольше. Он не так топит карандаш. Но вот этот вот, дружок, тоже неплохой. И цвет красивый. Еще есть у меня одна формула похожая, но вообще в оттенке совершенно не похожим. Это MAC Like Squirt. Это Gloss Stick. Так, плюс вот этот вот, Mario и MAC, они плампят, добавляют объемчика за счет ментола. Так, вот он MAC. MAC тоже жирненько ложится. Он больше всего, конечно, похож на Mario. Наверное, из всех этих продуктов мне больше всего нравится Mario. В принципе, Charlotte мне тоже нравится, но Mario, мое сердце занято Mario. Вот этот вот продукт тоже неплохой. Особенно, зная его цену, потому что он, наверное, стоит, там, не знаю, 30% от цены, которая стоит из Mario. Не помню, сколько он стоит. То ли 10, то ли 15 долларов. По-моему, 10. А Mario стоит, наверное, долларов 25, может, там, 27. В общем, поэтому, конечно, намного дешевле купить NYX. Продукт действительно неплохой. Мне кажется, он и без карандаша будет хорошо выглядеть. Трафареты, которые мне попались в наборе, я не знала, что они там есть. Но вот узнала. Бесполезная для меня штука, так как ни одна бровь не подходит под этот трафарет. Моя. И та форма, которую я хочу сделать, она тоже не подходит. И тут, мне кажется, везде арка брови. Она в середине как-то. Ну, может быть, что? Ну, даже не две трети. Ну, может быть, не знаю. Но у меня вообще арка маленькая, и она прям в конце брови. В общем, это не та форма. Мне кажется, эта форма больше такая классическая. У меня сама по себе форма бровей не такая. И я не хочу ее подстраивать под вот эту форму. Плюс опять вот это держать, красить. Короче, для меня это абсолютно бесполезная вещь. Увы и ах. Ну, вот такой вот сегодня получился макияж. И вот такой вот обзор у меня сегодня получился. Скажите, пожалуйста, что вы думаете обо всех продуктах, которые я вам сегодня показала, что есть у вас в коллекции, что вы пробовали. Может быть, что-то для вас стало открытием, и вам захотелось попробовать этот продукт после моего обзора. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Ставьте мне лайк. И поделитесь этим видео со своими друзьями. Я буду вам очень благодарна. Спасибо, что вы сегодня были со мной. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok